Мы привезли в Владимир выставку работы Анатолия Тимофеевича Зверева, ведущего московского нон-конформиста, представителя андеграунда 60-70-х годов. Здесь представлены разные графические и живописные вещи из собрания нашей галереи и собраний директора Любови Леонидовны. Во-первых, он одним из первых, наряду с теми бунтарями, художниками послевоенного поколения, посмотрев на выставки американских художников в 57-м году на фестивале, а потом, посмотрев на полукоиротко, воспринял это искусство, как он продолжает, является прямым наследником первого русского авангарда. Я его уже называю вторым авангардом. Он увидел и стал говорить, что я могу так же. Взял кисточку с красками и по большому ватму он разбрасывал свои мазки. Экспрессионер, который в нем присутствовал, смелость, которая в нем присутствовала, она была такая наравне с артистизмом и каким-то таким родом гениальной, гениального юродства. Зверев самый яркий из этого поколения художников. Есть, наверное, более философские, как Дмитрий Павловинский, есть техничные и важные, как Владимир Невухин, или тонкие, как Вейсберг. Но именно у Зверева была та русская открытость и та русская поэтичность, которая свойственна вообще национальной художественной школе. И он идет для меня, наверное, в одном ряду с теми классиками искусства первой половины XX века, как художник русского авангарда, как, наверное, даже первые попытки ларионовского псевдопримитивизма. Как то, что делали наши художники, обращаясь к символистской традиции, такие, как Волошин, такие, как Богоевский, но те рисовали пейзажи ретроспективные, а этот фиксировал только все дневности, которые он живет, и она была для него интересна вопреки всему. Казалось бы, он же жил в Советском Союзе, где было бы что-то можно, что-то нельзя. Но этого никак, как теперь говорят в современном языке, вообще не парило. Он просто творил, он просто писал стихи плохие и хорошие, он этого не боялся. И он оставил такое огромное наследие, на котором можно понимать, как вообще жил поэт, художник, да и вообще просто интеллигент в большом городе в те самые 70-е, 60-е годы, советский период, когда с одной стороны существовала одна реальность, а с другой стороны существовала какая-то творческая возможность, и уже было что-то можно, уже за это невозможно было сесть в тюрьму, как это было, к сожалению, в 30-е годы. Но еще было как бы, не было давлеющих на этих людей, которые не получали деньги, не получали краски у Союза художников, но у них была некая свобода, они все что-то продавали. Вот это сопротивление власти, это все полная ерунда на самом-то деле. Она была и не была. Было как-то так удобно жить, и вот эта история «Живопись ради живописи» она у Зверева присутствует. А его работы, его экспрессивные мазки или его удивительные животные, которые, лица людей, которые мы видим на этой выставке, почему мы назвали «Люди и зверь»? Он писал портреты, и также, вдохновенно, он писал «Антилопу». И потом мы обыгрываем здесь фамилию Зверев, он Зверев уже называл Зверевский, Дмитрий Боловинский, ближайший его друг. Выставку которого только-только недавно мы закончили в нашей галилее Беломосковской, которым тоже в этом году мы юбилей справляли. В прошлом году была юбилейная выставка Зверева, ему было 90, в этом 91 год, и мы очень рады, что в Федеральном музее Владимире, с которым мы давно дружим, моя галилея, я как коллекционер, состоялась. Вспомнили об Анатолии Тимофеевича, мы сегодня как раз создали, ночевали, мы служили по нехиду Божию Анатолию. Он был человек такой православной русской культуры. Искренно он верил или неискренно он верил, он такой как бы вот это литературное понимание русскости, литературное понимание христианства, которые мы знаем из книг Достоевского и из книг Лескова, они присутствовали в жизни этого художника. Вообще английское значение слово «artist» — это и художник, и какой-то актер, а он был именно артист. Он артистично писал свои вещи. Существует масса о нем легенд. Одна легенда о том, что он был невозможный гений, влюбленный в Асееву, и другие говорят, что это все было совсем по-другому, он как бы ей пользовался. Это две грани его таланта. Кто-то говорил, что он был, с одной стороны, он носил свои рубашки, выворачивая швы наружу, потому что он был чепетильный, потому что швы, как он говорил, могут покориться в мою тонкую кожу, а с другой стороны, он пьяный, мог спать на коврике из газет. И это был один и тот же человек. Чистоплотность, даже чистоплойство в чем-то, а с другой стороны, уже в последние годы такой он бомж-бомжом. Существует замечательный клип, который снял Александр Баруцян, где показан последний год жизни Анатолия Тимофеевича. Он рисует там, как играет, не играет там, это документальная история. Как раз Бугай Фафрика пишет свое произведение, а Тимофеевич пишет свое. Заставляет девушку раздеться, раздеться, я буду рисовать. В итоге, он стоит голубой, он ее рисует, а рисует только лицо. И вот такой вот он ее как бы и подкалывает, а с другой стороны, он ее стесняется. И эта аура постоянного артистизма, постоянного собственной мифологии, оттрунивания над миром и в той же мере какого-то моления над этим миром, она всегда присутствовала у Зверева. Он был разным и в то же время абсолютно искромен. Повторяю, наверное, даже по уровню значимости, наверное, известность. Зверев самая известная из шестидесятников. Хотя, повторяю, здесь нет той философской насмотренности, как у Плавинского, и нет тонкости натюрморта белого, как у Вейсберга. Он другой. Нет понятности, как у Краснопевцева Дмитрия, который, в принципе, легко читаем. Он и декоративен, и абсолютно глубоко философичен. Он и художник, он и поэт. Он личность в истории. И о ней еще много и много можно говорить и делать исследования. Не даром Москва открыт музей Зверева, не даром моя галерея. Мы после музея Зверева знаем самая большая коллекция у нас. Занимается и встратит время, силу и любовь на дружбу с этим художником, даже на небесах. Спасибо Владимиру, спасибо тому, что мы сделали этот проект. Надеюсь, что и зрители придут, и, может быть, даже не один человек посмотрит. И каким-то образом для меня, для себя откроет этого большого мастера. Расскажите, при каких обстоятельствах он написал ваш проект? Это был 79-й год. Я еще работал лаборантом в отделе граффити Критейковской галереи. И вдруг раздается звонок по городскому телефону. Говорит, привет, старик, это Зверев. Всех стариками называл. Я пришел, ты, говорит, можешь собрать несколько людей, принести? Я, говорит, хочу порисовать. Я, говорит, хорошо, конечно. Я взял бумагу, здесь французскую бумагу, вообще уникальную, ручного отлива, французская тряпичная бумага. Я взял эту бумагу, несколько листов, побежал по галереи, спросил. Вот сейчас Зверев пришел, хотите, говорю, он вам сейчас что-то напишет. Хотите ваш портрет, хотите, ну, лошадку, вот. И он набрал людей, взял краску, реставратор артисти, принес себе, ну, он стал писать. Он писал мой портрет. Потом говорит, старик, давайте лошадку купить нарисую. Одну лошадки здесь нет, одну мы давно как-то с Наташей породаны. И живем как-то без нее, он скучает по ней. Ну, так сложилось. Бывает, жизнь у нас заставляет расставаться с чем-то. Ну, вот так я вот, и вот, написал вот этот портрет, взял. Вылил на него бумагу, на бумагу в воду из банки, размазал газеты. Потом взял, как говорят, 5 или 6 кистей, не глядя в краски, вот так он взял вот так и стал писать. Как он разбивался это, я не понимаю. Ну, ему это удалось. Потом взял чуть-чуть ножик такой небольшой и рисунок уточнил, процарал голову. Получился вот этот портрет. Занимало это время, минуты две-три. Все. Что он для вас? Ну, это вся моя жизнь. Так получилось, что он всю жизнь меня ангел хранит. Он всю жизнь рядом со мной, он все время мне помогает. Как-то поддерживает в разных абсолютно историях, ситуациях. И бывает и в безнадежных ситуациях он меня поддерживает. Просто поддерживает всю мою семью. Вот его уже сколько лет нет, он все равно как бы с нами. Я это чувствую, он все время рядом со мной. Не знаю, я знаю, что люди, которые с ним работают, они тоже точно так же ощущают, что он Тимофеевич с ними. Люба, она знает, что он все время с ним. Просто вот, я не знаю, как это сказать, но вот этот человек, который со мной, я ему бесконечно должен, я бесконечно признателен. У меня были стихи. 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 Продолжение следует...